Виталий Игнатенко сразу же отметил масштаб прошедшей стихии. Если среднемесячная норма осадков 96 мм, то только за сутки, например, в Амеретинке, выпало 136 мм. 110 в Хосте, почти 160 в Кепше. Конечно, никто не мог предсказать последствия мощного ливня. Если бы не было нового аэропорта, то старый бы просто смыло. И мы бы остались без аэропорта много месяцев и не смогли бы ничего сделать. Но новая полоса взлетная, и новый аэропорт, и новые железнодорожные вокзалы, они все-таки выдержали. Выдержали и сами объекты, и люди. Одни из которых спасались от наводнения, а другие спасали. Это, конечно, целая армия специалистов, которые вовремя предприняли предупредительные меры. В первую очередь энергетики, не допустившие аварий на подстанции Южная. Было нарушено газы, и водоснабжения отличились оперативностью и эти коммунальщики. Но ликвидация последствий стихии проводилась четко и слаженно всеми службами. Все было сделано для того, чтобы выполнить первую задачу. Это оповещение населения и начать эвакуировать людей из самых опасных микрорайонов. Для того, чтобы и в первую очередь мы понимали, чтобы не было паники в городе, чтобы нормально работала вся инфраструктура. Еще предстоит отремонтировать два детских сада, восстановить дорожные покрытия, продолжить очистку русел рек. 15 семей поселка Кепша будут переселены из зоны подъема уровня реки. Там за последние полгода семь раз объявляли чрезвычайную ситуацию, и это уже серьезно. Крылые власти продумывают меры защиты от подобных стихий. Мы сегодня понимаем, раз это уже было, оно может повториться. Поэтому мы рассчитываем, что в течение нескольких лет и в газовой отрасли муниципальных образований, и в системе водообеспечения все переходы в реках, которые есть, они будут пересматриваться для того, чтобы не создавать определенных заторов при движении массы, которая во время паводка происходит. Это будет плановая работа. Ущерб от стихии в целом по Краснодарскому краю оценивается в полтора миллиарда рублей. Ущерб по Сочи составил 214 миллионов. Но локальный режим ЧАЭС еще не снят на побережье. Он продлен до понедельника 13 июля, поскольку в ближайшие сутки ожидаются кратковременные, но сильные ливни. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.